Электрификация Чегунки у Беларуси проводилась еще в середине 90-х. Али на участку Минск-Гомель, отповедные работы почались только в початку 80-х. С початку электрифицировали участок Минска-Сиповича, потом провели линию до Жлобина. На проконце минулого года завершили на геронг Жлобин-Гомель. В первый час техника працевала в тестовом режиме. Теперь открываются регулярные взносины техников на электровозной тязи. Первым на Минск отправлены грузовые составы номер 2001. Начальник Беларусской Чегунки Владимир Морозов перелечивая переваги такого способа доставки грузов и пассажиров. Снижение расхода у палева больше на 20%. Снижение выкида шкодных речевов у поветра. Повеличение худкости руху до 140 км у годину для пассажирских техников и 90 для грузовых. Два умов великая конкуренция на рынку транспортных послуг. У всех это вельми важно. Использование грузовых локомотивов электровозов БКГ-1 в течение 2015-2016 года показывает повышение производительности по сравнению с предыдущими поколениями локомотивов порядка на 40%. Будем начинать в следующем году работу по электрификации участка Жлобин-Калинковичи. И работаем, конечно, с украинскими коллегами, чтобы у них была заинтересованность в электрификации своих ходов в нашем управлении. И тогда у нас достаточно хороший получается полигон. И мы прогнозируем, что порядка 60% всего грузооборота по Республике Беларусь вон будет перевозиться на электротребовозные тяги. Акционерное товариство «Спартак» – один из буйнейших беларусских вытворцев кондитерской продукции. Только в минулом году объем промысловой вытворности перевысил тут 1 триллион 100 миллиардов рублей. Это даже четыре раза больше, чем было в 2010-м. На предприемстве подкресливают. Усёх это выник проводимой модернизации, як кондитерской галины у «Вогули», так и «Спартака» у «Приватности». Вафельные вырыбы у широким ассортименте, шоколадные плитки с начинками, цукерки. За прошлую пятигодку предприемство истотно повеличило ассортимент и почало освоение новых рынков. В минулом году, например, до традиционных партнеров долучились такие краины, как Китай и Австралия. Кировник державы убаченным застается задоволены. Вы молодцы, вы идёте правильно, вы очень много модернизировали. Вы будете модернизировать, продолжать будете эту модернизацию. Насколько, возможно, мы будем вам помогать и за счёт государства, и за счёт областного бюджета. Потому что почти 70% предприятия сегодня в распоряжении акций предприятия Гомельского обл. сполкома и дворник. Владимир Андреевич головой отвечает за вас, за ваш коллектив, за ваше предприятие перед президентом. Почас встречи с прационным коллективом «Спартака» Александр Лукашенко каже в своем башене будущего развития Беларуси и отказывая на пытания запланованной деноминации. Геройник державы выполнены, что этот процесс в неуяким разе не повинен привести до инфляции, а тому будет находиться под строгим контролем. И даже если кто-то на копейку, полкопейки поднимет, я думаю, вы это даже не заметите. Цен в связи с деноминацией, роста цен не будет. Это я вам гарантирую. И вот ваш губернатор это слышит. Это мой первый помощник и представитель Гомельской области. Мы за это оторвём головы. Контроль будет обеспечен железным. Недавно я подписал указ и наше министерство торговли, которое мне предлагали вообще разогнать. Я его сделал министерством антимонопольной политики и торговли. То есть это министерство, которое будет осуществлять тотальный контроль за ценообразованием. Мы не будем пережимать, передавливать. Мы понимаем, что больше у людей денег, выше будет цена, потому что спрос будет увеличиваться. Но не очень. На наступном неделе в Минске пройдет 5-й Всебелорусский народный сход, который выяснить стратегию развития державы на наступную пятигодку. Александр Лукашенко переконан, у нас есть все условия для стабильного, динамичного развития. Причем во всех сферах. Думаю, что за эту пятилетку мы реконструируем окончательно всю медицину и все образование. Ну а здравоохранение и образование – это главное. Шоколад мы научились производить, мы всегда его произведем. А вот образование – это прежде всего. И во-вторых, здравоохранение – это важнейшая вещь. Олег Синчаров, Евгения Накинько, телерадио компания «Гомель».